С 20 февраля ожидаются изменения в системе оплаты проезда в Чебоксарском общественном транспорте. Напомним, проезд в маршрутке, троллейбусе и автобусе подорожает на 2 рубля. Однако при безналичной оплате получится дешевле 18, 13 и 14 рублей соответственно. Такое новшество, по мнению администрации города, призвано упорядочить систему транспортных платежей и способствовать развитию безналичной системы расчетов. Что из себя представляет оплата в одно касание, узнавала моя коллега Татьяна Леонтьева. У меня, пожалуйста, морковный фреш. 50 рублей, пожалуйста. Никакого пин-кода, платеж в одно прикосновение. Когда-то это было мечтой, а сейчас уже реальность. Без контактной карты можно оплатить что угодно, а с недавних пор и проезд в общественном транспорте. Карта разделена на два счета – банковский и транспортный. Это сделано для того, чтобы обезопасить деньги, собственно, банковского кошелька. Для того, чтобы проехать в транспорте, мы должны обязательно через любое устройство самообслуживания банка пополнить транспортное приложение, то есть писать с банковской части и перевести деньги на транспортную компоненту. А в настоящий момент банк уже выдал более 10 тысяч таких карт. Такую карту легко отличить от обычной. На ней есть специальные знаки и надписи. Чтобы получить возможность платить безналом, достаточно обратиться в ближайший офис Сбербанка. Это не единственный способ забыть о мелочи в общественном транспорте. В офисе единой транспортной карты многолюдно. Ну, давайте тогда мне электронный кошелек и 500 рублей на карту. 600 рублей будет. Пополнить счет ЕТК можно в 60 пунктах. Это специальные и банковские терминалы, отделения почты и диспетчерские павильоны. В будущем их количество увеличат. Электронный кошелек, карта студента, месячный проездной. Можно выбрать любой удобный вариант. Экономно. Я каждый день езжу. А на какой вид транспорта? То есть в электронный кошелек или какую из карт вы используете? Электронный кошелек. Ну, я вот на год уже, на год всего, на полтора года всего и строчила 500 рублей. Согласно закону, с 1 января оплатить карты и проезд можно в любом транспорте. Но, как оказалось, не все перевозчики к этому успели подготовиться. Есть некоторые трудности с маршрутами 49, 51 и 61. Они пока не заказали терминалы. Единственное, все остальные уже либо установили, либо заказали, в ближайшее время устанавливают. Там все очень просто. Там никаких специальных навыков не требуется. Терминал сделан на основе банковского терминала только со специальным программным обеспечением. Именно безналичная оплата проезда, адаптированная для условий Чувашской республики. Пионер безналичной оплаты проезда. Чебоксарское троллейбусное управление. Терминалы здесь используют с 2012 года. И с каждым годом процент оплаты одним касанием растет. Ну что, давайте попробуем, как можно этой картой оплатить действительно проезд троллейбусе. Вот терминал, вот кондуктор, карта. И? Пожалуйста. Моментальная оплата. Мне, по сути, очень удобно, потому что класть деньги и 700 рублей. Потом из-за того, что у меня там социальная стипендия, все дела, мне отдают половину суммы оттуда еще. Деньги просто плачу, карты нет. А почему наличкой? Ну, потому что я не так часто езжу, я пенсионерка. Я думаю, что вот электронный кошелек должны, ну, молодые, которые работают. 4 рубля – такова будет разница в стоимости проезда за наличный и безналичный расчет. Поможет ли эта мера горожанам отказаться от мелочи в общественном транспорте? Станет понятно уже скоро. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.